Какой жуз является самым сильным и воинственным? Каждый из трёх жузов проявлял себя в разных эпохах и ситуациях. Чтобы рассмотреть данный вопрос, нужно обратиться к истории казахского народа, научным исследователям и особенностям каждого жуза. Исторический контекст трёх жузов – это казахское общество традиционно делилось на три крупнотерриториальных культурных объединения, называемых жузы. Старший жуз – Оу-Жуз на юге Востока, Казахстана. Средний жуз – Орта-Жуз – центральные и восточные территории Казахстана. Муач-Жуз – Кище-Жуз – западная часть Казахстана. Каждый из жузов носил свой вклад в военную историю казахов в разные периоды. Однако, обозначив самый воинственный жуз, это скорее вопрос интерпретации истории и культурных особенностей. Старший жуз – Южные войны и влияние государств. Старший жуз, расположенный на южных районах Казахстана, часто взаимодействовал с соседними государствами, такими как Хива, Бухара и Кокуант. Эти территории находились в зоне интенсивной торговли и культурных обменов, а также часто становились полем военных конфликтов. Исследования показывают, что старший жуз был активен в оборонных сражениях против кочевых племен и внешних агрессоров. Их воины прославились своими навыками в конной войне и использовали военные стратегии, которые были развиты благодаря их расположению на пути великих миграций и торговля. Основными полководцами этого жуза были такие личности, как Амангельды Иманов, который стал национальным героем во время антиколониальных восстаний в начале XX века. Средний жуз – степные войны и противостояние с джунгарами. Средний жуз, расположенный в центральной и восточной части Казахстана, был одной из самых ключевых сил в противостоянии с джунгарами. Одним из самых главных врагов казахов в XVII-XVIII веках в научной литературе часто упоминаются роль среднего жуза в великих сражениях, таких как битва при Буланты в 1726 году и анракайская битва в 1729 году. Эти сражения стали переломными в истории казахов, а именно войны среднего жуза. Под предводительством таких полководцев, как Абулайхан, проявляли исключительные войны-таланты. Средний жуз известен своей стойкостью и готовностью к самообороне. Абулайхан, правитель среднего жуза, был талантливым дипломатом и полководцем, который не только возглавлял войска, но и вел переговоры с Россией и Китаем. Младший жуз – западные сражения и борьба с колонизацией. Младший жуз, расположенный на западе Казахстана, также имел долгую историю участия в военных конфликтах, особенно с российскими колониальной экспансией в XVIII-XIX веках. Одним из ключевых эпизодов истории младшего жуза было восстание под предводительством Сырыма Дататова в 1783 и 1797 годах. Датов был одним из выдающихся лидеров, который боролся против усиления российского влияния и феодальных устоев. Также важную роль с сопротивлением колонизации играл Исатай Тайманов, который вместе с Мохамбетом Утимисовым возглавляли одно из крупнейших восстаний против колониальной власти в 1836 и в 1838 годах. Воины младшего жуза отличались мобильностью, благодаря особенностям их кочевой жизни, и эффективно использовали тактику партизанской войны. Научные исследования Научные работы, посвященные военной истории казахов, часто описывают вклад каждого жуза в защиту казахской земли. Историки, такие как Валиханов, Шухан Валиханов, Левшин, подчеркивали, что казахи, вне зависимости от жуза, развивали военное искусство на протяжении веков кочевой жизни. Шухан Валиханов в своих трудах отмечал важность взаимодействия всех жузов в защите от внешних угроз, будь то джунгары, калмыки или российские колонизаторы. Александр Левшин, исследовавший историю казахов, подчеркивал, что геополическое положение каждого жуза в значительной мере определяло их участие в войнах и конфликтах. Современные исследования также подчеркивают, что казахская военная традиция была тесно связана с кочевой культурой, где каждый мужчина был в той или иной степи воином, готовым защищать свою семью и родину. Однако из-за территориальных особенностей и стратегических интересов жузов их военные стратегии отличались. Каждый из казахских жузов проявлял себя в разные эпохи, и говорить о самом воинственном сложно, так как это зависит от конкурентных исторических обстоятельств. Старший жуз защищался от южных угроз, средний жуз прославился борьбой с джунгарами, а младший жуз – активным сопротивлением к колонизациям. А как вы считаете, дорогие зрители, напишите свое мнение в комментариях, а также напишите, с какого вы жуза. Продолжение следует...